В этом году география участников конференции «Естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае» охватывает регионы Поволжья, Москву и Санкт-Петербург, а также Нидерланды. В конференции заявилось 70 ведущих специалистов и молодых исследователей. Они представили свои научные труды в пяти тематических секциях – палеонтология, ботаника, зоология, история науки и экология. Пожалуй, самая интересная часть конференции – презентация находок 2019 года, на которой были представлены факты регистрации новых видов растений и животных. И среди них есть большая группа паразитов. В прошлом году тоже у нас была группа Григорина, например, и авторы этих статей говорили, что на следующий год тоже будет много всего интересного, связанного с ними, потому что тема благодатная, мало чего там у нас на территории области было найдено. И в этом году это подтвердилось, там большое количество Григорин. Также интересная находка – это гнездо серой утки, которое у нас не отмечалось в гнездовании, а тут в Сурбском районе неожиданно пара уток была найдена. Среди находок новый для фауны Ульяновской области вид гидры – маленькое животное, которое является кишечно-полосным. Он был найден в отстоявшихся пробах воды из озера Кряж Барышевского района. Живую гидру, кстати, можно было посмотреть через лупу на выставке. Она находилась в специальной колбе. В Свияге специалисты выловили новый вид моллюска, размер раковины которого менее двух миллиметров. Его видовую принадлежность пришлось устанавливать с помощью молекулярно-генетических методов. Еще один новый вид ракообразного моллюска был обнаружен на оптовой базе на проспекте Гая. Его завезли в город с морским окунем из северных морей. Паразиты находились под кожей рыб. Правда, для человека они не опасны. А у некоторых народов севера такая зараженная рыба считается деликатесом. Рекордсменами по количеству находок оказались энтомологи. Они в текущем году обнаружили 45 новых для области видов бабочек. В экспедиции в Лавинском лесничестве, которая входит в состав Сурского государственного заказника, участвовал учащийся 11 класса Лавинской средней школы. Он представил на выставке «Находка года-2019» несколько видов новых бабочек. Этим летом мы совместно с научным сотрудником Национального парка Сенгилеевской горы Волковой Юлией Сергеевной и профессором кафедры биологии и химии Ульянского государственного педагогического университета Вадимом Викторовичем Золотухиным проводили исследование, в ходе которого нашли несколько новых для области видов чешуекрылых. Всего в ходе полевого сезона 2019, по словам юного энтомолога, было обнаружено 392 вида из 36 семейств чешуекрылых. Из них 39 видов были найдены в регионе впервые, а 10 впервые отмечаются в Поволжье, восточной части Европейской России. Также этой осенью ученые-энтомологи обнаружили в Ульянске первые очаги размножения каштановой минирующей моли, опасного вредителя конского каштана. На конференции также был презентован 20-й выпуск сборника докладов природы Симбирского Поволжья. Позже его можно будет найти в библиотеках. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.